Добрый день! Сегодня мы поговорим о такой проблеме в области инструментовки, как решение разделения одной инструментальной группы на несколько подгрупп. То, что обычно традиционно называется дивизия. Большинство студентов при работе над инструментовкой совершают грубую ошибку. И эта ошибка имеет свои основания, которые коренятся в компьютерных программах по набору нотного текста. Дело в том, что в подавляющем большинстве нотных редакторов, в которых можно послушать звучание набранной партитуры, разделение одной партии на несколько, то есть появление дивизии, звучит громче, чем если бы эта партия звучала в унисон. То есть чем больше нот, тем они, соответственно, громче в программах по набору нотного текста звучат. Но на самом деле подобная проблема возникает и у некоторых студентов, которые работают с инструментовкой нотного текста, и в рукописных партитурах, и она связана с визуальным эффектом. Разделение партии на дивизии выглядит более массивно, партитура более заполнена большим количеством нотных знаков, и это создаёт эффект того, что она будет звучать ярче, громче, эффектнее и выразительнее. Но на самом деле это не так. Чем больше инструментов сведено в унисон, чем очерченнее эта унисонная линия, тем она, конечно же, ярче, громче может прозвучать. И когда мы инструментальные группы делим, то возможности по количеству новых и новых голосов у нас, конечно, появляются, но вот динамические возможности у нас сокращаются. Поэтому использование дивизии для решения кульминационных каких-то моментов в партитурах не самая целесообразная практика. Но представим себе следующую ситуацию. А что нам делать, если в кульминации от нас требуется задействовать огромное количество голосов? Ведь мы их не можем просто взять и упразднить. Когда я учился еще на втором курсе Гнесинской академии и работал над партитурой, которая называется «Слезами звезд» для флейты пикколо «Струнного оркестра и ударных», я столкнулся с весьма серьезной проблемой, которую мне никто не мог подсказать, как решить. И решать ее мне пришлось самостоятельно. Что это была за проблема? В кульминации, одной из кульминаций этой пьесы, струнный оркестр мне необходимо было поделить на огромное количество субпартий, дивизий. Иначе решить кульминацию было просто невозможно. Каждый из этих голосов был очень-очень важен. Но к кульминации шло длительное крещендо, которое, естественно, по мере разделения этих голосов на дивизии фактически полностью нивелировалось. Мне нужно было решить проблему, как сохранить огромное крещендо и при этом в кульминации дать большое количество дивизий. Эту проблему я решил следующим образом. Я в качестве отправной точки избрал момент начала длительного крещендо. И именно там, где голосов еще было очень мало, поделил партитуру на то количество субпартий, которое нужно было в момент кульминации. И там на пьяно начал излагать музыкальный материал не у всего струнного оркестра, а лишь у отдельных инструментальных партий, у отдельных субпартий огромной, раздивизенной, расчерченной партитуры. Поэтому по мере крещендо мне не пришлось делить партии на все более и более субгруппы. А я лишь подключал голоса, что, естественно, способствовало крещендо, а не противодействовало ему. Безусловно, с такими сложными задачами студент в процессе освоения оркестровки сталкивается крайне редко. Но, тем не менее, нужно понимать, что по мере крещендо делить струнные инструменты или делить основную группу духового оркестра на дивизии, на подгруппы, на субгруппы нецелесообразно. Если в момент кульминации вам нужно большое количество голосов, то нужно поделить их с того момента, где начинается крещендо, а не с того момента, где требуется уже использование форта и фортиссимо. Этот способ относительно простой позволяет решить динамическую драматургическую проблему, а самое главное позволяет осознать студенту то, что, как бы громко не звучали дивизии в финале или в сибелиусе, на самом деле в партитуре, исполненной живым оркестром, они будут звучать достаточно скромно по громкости. Поэтому в кульминации целесообразно, насколько это возможно, объединять инструментальные партии, объединять инструментальные группы, а не разделять их. Даже если такого рода объединение в компьютерных программах будет звучать и тише, чем дивизии. Нужно всё проверять внутренним слухом, а не пытаться оценивать гипотетическое звучание будущей партитуры, обращаясь к МИДИ. И это может дать неправильную информацию, сбить с пути доверия, логики и внутреннему слуху. Потому что, естественно, для компьютерной программы чем больше задействовано там нот, тем громче они звучат. Но в реальности это совершенно не так. Потому что дивизия не является увеличением количества задействованных в одновременности нот, а является, напротив, разделением, что, собственно, буквально и означает дивизия. Это разделение под разделение. И если мы делим единую линию, она, каждая из оставшихся элементов, истончается. Именно вот это истонченное звучание в итоге мы и получаем. Дивизии безупречно и совершенно звучат на пьяно, пьянистимо. Если нам нужна филигранная работа с какими-то микрооттенками, микрокрасками, безусловно, это может создать потрясающий, импрессионистский колорит партитуры. Но если мы попробуем задействовать дивизии в процессе крещендирования к кульминации, то нас может постичь коллапс, и наша партитура окажется просто несостоятельной. Потому что такие важнейшие точки, как кульминация, как подход к кульминации, они, в общем-то, являются определяющими для проверки качества всей партитуры в целом.